Здравствуйте! Программа «Тема дня» на канале ИТОН ТВ в студии Михаил Юровский и наш военно-политический обозреватель Александр Гольцекер. Здравствуйте, Алекс. Здравствуйте! 30 декабря теперь уже бывший генсек ООН Банки Мун внес в Совет Безопасности секретный доклад, который говорит о том, что, возможно, Иран нарушает эмбарго на поставку оружия Хизбалле, и основывается он в том числе на заявлении генерального секретаря Хасана Насралы, генерального секретаря Хизбаллы, о том, что и оружие, и поддержка военная, и поддержка идеологическая осуществляется из Ирана. Таким образом, эти подозрения уже вышли на гораздо более высокий уровень, и их будет обсуждать в Совете Безопасности. Насколько Израилю стоит обеспокоиться возможными поставками оружия от Ирана к Хизбалле и от России к Ирану? На самом деле, для Израиля это секрет Палишинеля, то есть Израиль всегда, давно уже, много лет утверждал, что Хизбалла получает оружие российское, не только российское, из Ирана, есть там и китайское оружие, и иранского производства оружия. Очень много об этом говорилось. Периодически на территории Сирии были ликвидированы караваны с оружием, которое направилось к Хизбалле. Израиль не подтверждал, что это было сделано израильскими военно-воздушными силами. Но, тем не менее, этот флажок мы на правах арбитра на линии поднимали очень давно. Очень хорошо, что генсек ООН наконец-то обратил внимание на это, пусть даже после выступления Хасана Насрала, который подтвердил, что они действительно получают это оружие. На самом деле, все это перешло уже в совершенно другую фазу. Уже на самом деле поставки оружия невыгодны Ирану. То есть, на сегодняшний день Иран поставляет специалистов и технологии для того, чтобы это оружие производилось на месте. Так надежнее, так гораздо сложнее его ликвидировать оружие по пути на территорию Ливана. Поэтому все это совершенно в другом плане лежит. И, безусловно, даже без этого заявления Панки Муна мы все равно отдаем себе отчет, что нас ждет на северной границе в случае, если начнется новый виток выяснения отношений. Безусловно, это совершенно другой вид оружия. Безусловно, это совершенно другая хизбалла, которая набралась опыта сегодня во время военных действий в Сирии, которая набралась оружия, так или иначе поступавшего к ним из Ирана, и не только из Ирана, которая обладает совершенно другими технологиями. У них появились бронетанковые войска, это уже подтверждено. Сам Хасан Насрала об этом говорил, чего не было до сих пор. У них появились ракеты высокой точности. В степени их точности не уточняется по ряду причин, в том числе и по причинам военной цензуры израильской. Но это высокоточные ракеты, которых не было 10 лет назад, в 2006 году, когда мы последний раз выясняли отношения с хизбаллой. Более того, по статусу своему хизбалла, сегодня это уже совершенно другая организация, которая претендует на признание, в том числе и сверхдержав, таких как Россия, например, как организация, которая имеет право на свою точку зрения. И это самая большая проблема, скажем. Если по поводу оружия, которым располагает хизбалла, мы примерно себе представляем, как себя нужно вести. Я образно сейчас говорю. То, как себя вести со статусом хизбаллы, который признается определенными государствами, с этим нам будет намного сложнее. Мы не сможем себе уже позволить, в кавычках, фразу, вот, Хасан Насрала должен знать, что следующий виток выяснения отношения будет последним для него. Это уже, сегодняшний статус хизбаллы уже не очень-то позволяет Израилю делать такие заявления. Хотя в узких кругах, безусловно, в закрытых форумах каких-то это звучит. Я думаю, что просто по накатанной, по старинке. Потому что мы прекрасно понимаем, что на территории другого государства, на территории Ливана, мы не очень-то можем диктовать условия военных действий. Мы, безусловно, сможем гарантировать безопасность наших граждан на северной границе. Безусловно, мы сможем, скажем так, создать тот самый баланс отношений между Израилем и Ливаном на северной границе, который позволит нам сохранить наши преимущества и в воздухе, и на земле. Но говорить о том, что хизбаллой может не быть в результате вот этого выяснения отношений очередного, конечно же, это будет по меньшей мере легкомысленно. То есть, да, мы сможем нарушить ракетный баланс хизбаллы. Мы можем себе это позволить. Да, вероятно, мы более опытны в ведении танковых сражений. Да, вероятно, мы более оснащены технологиями, гораздо более развитыми, гораздо более высокими. Чего уж говорить о нашей авиации, в отличие от того, чем располагает хизбалла, и тем, чем она может располагать даже в дальней перспективе, я бы сказал. Но все это говорит о том, что наш потенциал гораздо сильнее, чем потенциал хизбалла. И мы прекрасно понимаем, что и противоракетные комплексы, и ракеты определенные, и много всяких видов оружия, которые попали в Хизбалле и попадут еще в Хизбалле в ближайшей перспективе. Во многом это зависит от администрации. Опять вынужден упомянуть имя Дональда Трампа. Хотя, вроде бы, казалось, оно совершенно, может, и не напрашивается здесь, но тем не менее, урегулирование на территории Сирии в первую очередь интересует нас по тому, каким из этого урегулирования выйдет хизбалла. В меньшей степени нас интересует, в каком состоянии оттуда выйдет Китай. Нас интересует, каким оттуда выйдет хизбалла в первую очередь, и Иран во вторую очередь. Поэтому то, как себя поведет администрация американского президента в попытке урегулирования, для нас это наиболее важно. То есть, нам, вероятно, с этим соседом жить, который называется хизбалла. Жить с ним мирно, в ближайшей перспективе, на наш век, с вами точно не хватит. А вот в какой ситуации будут жить наши дети в отношениях с хизбаллой, это уже большой вопрос, и он точно сегодня решаться не будет. Но вот то соседство, которое можно определить с хизбаллой сегодня, я думаю, что вот над этим мы себе можем позволить работать. Мы, я имею в виду, Израиль. Можем себе позволить работать. Это, конечно же, не прямые переговоры с хизбаллой. Это, конечно же, сохранение определенного статуса через посредничество России, через посредничество США. Да, хизбалла будет продолжать получать вооружение. И оборонительное вооружение, и атакующее вооружение. Мы, конечно же, идем на опережение всего этого. Если говорить о поставках определенных видов авиации Ирану, которая даже, конечно, не в ближайшей перспективе, но, вероятно, рано или поздно истребители СУ-30 окажутся у хизбаллы. Я говорю, через годы, может быть, через десятилетия. Это не новейшие разработки. Конечно, нельзя их сравнивать с истребителем F-35. Но, да, мы будем идти на опережение с ними. Нам это будет стоить кучу денег. Дорогая игрушка безопасности национального государства Израиль. Но это путь, на самом деле, которому следует придерживаться. Хорошо. А, допустим, вот интересный вопрос, может быть, немножко пикантный. Поставки С-300 Ирану, который, в принципе, уже сделка закрыта. И уже объявляли несколько раз, периодически объявляют, что вот мы сейчас поставим, и вот какие-то компоненты уже поставлены. Может ли Израиль знать, стоит она уже система у Ирана на боевом дежурстве или нет? Потому что очень это затянулось. Несмотря на то, что вроде бы уже все подписано и все разрешено. И из-под санкций Иран вышел. И вроде бы поставляют, но мы не знаем, встала ли она уже на боевое дежурство. Может ли Израиль знать? Может Израиль знать. Как это появится, так сказать, как это станет всеобще известно, скорее всего, из публикаций в иностранных СМИ. Даже если Израиль узнает, есть ли там противоракетные комплексы С-300, Израиль не побежит с плакатом, с транспарантом рассказывать об этом всему миру. Это будет информация, которая ляжет, вероятно, на стол министра обороны, затем на стол премьер-министра, которые будут принимать решение, что с этим делать. Тоже, опять-таки, можем ли мы сегодня диктовать России определенные наши условия, при которых будут поступать С-300 в определенном темпе на иранскую территорию, не только на иранскую территорию. Прямо не можем этого диктовать. Но, скажем так, упомянутые мной истребители Су-30, они на самом деле оснащены израильскими технологиями, высокими технологиями. То есть, израильские определенные составляющие в комплектовании этого самолета, они израильского производства. Мы вот этим можем, конечно же, играть. Тут мы можем вести переговоры определенные и как-то балансировать. Мы на этом зарабатываем колоссальные деньги, на самом деле. То есть, не то, что мы делаем какое-то одолжение. Никому мы одолжение не делаем, так же, как нам никто не делал одолжение. То есть, это бизнес. Это бизнес своего рода. Чем больше, так сказать, мы упустим в этих переговорах, тем больше нам придется потратиться на свою оборону, на свою безопасность, на свою разведку. Это примерно вот такое вот балансирование. На ваш вопрос, может ли Израиль знать? Я полагаю, что Израиль может знать. Раз Израиль может знать, какие ракеты находятся на территории Ливана, вероятно, может знать, что происходит на территории Ирана. При этом, может быть, использовать совершенно аналогичные технологии. Но будет ли об этом заявлять? Нет, не будет заявлять. Понятно. Мы обсуждали вопросы безопасности с Александром Галлицекером. Спасибо, Алекс. Редактор субтитров А.Семкин